Дорогие братья и сестры, след за крещением Господним следует неотрывно от него другой великий праздник, особенный для нашей земли заполярный, потому что это крещение Господним, святое богоявление. И наш кафедральный собор в Мариинмаре посвящен именно в честь богоявления Господни. Когда-то в глубокой древности и Рождество, и крещение Господне совершались в один день. Сейчас, согласно традиции церковной, они отмечаются в разные дни. Время между ними, между Рождеством и крещенским сочельником именуется святками, святыми днями. О крещении Христовом повествуют все четыре евангелисты. И Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн говорят о том, как это совершилось. Они говорят о том, что крещению Господню предшествовало крещение Иоаннова. Пророк Иоанн Предтеча, приуготовлявший путь Христу, пришел на Иордан и призывал людей покаяться. Покаяться, загладить свои прегрешения, исправить свою жизнь и встать на пути творения заповедей Господних. И вот в этот период однажды люди увидели Христа, идущего на Иордан. Пророку Предтече Иоанну было откровение, что над Сына Божием, на Христа, не зайдет Дух Святой в виде голубя. И вот когда Христос погружался в воды Иорданские, пророк Иоанн увидел нисходящего с небес белого голубя. Он понял, что явившийся на Иордан и есть Спаситель мира Христос. Исполнились обетования. Отец Небесный, пославший в мир для искупления грехов всего человеческого Своего Сына, явил знамение нисхождения Духа Святаго. В чем отличается крещение Иоаннова от крещения Христова? Крещение Иоаннова было крещением покаяния, а крещение Христа имело совсем другой смысл. Ведь Христос был безгрешен. Сын Божий не имел никакой тени греха. Почему же он нисходит в воды Иорданские? И когда Иоанн Претеча пытается воспрепятствовать ему, говоря, что он сам грешный человек должен бы креститься от Христа, то слышит в ответ, подобает нам исполнить всякую правду. Эта правда человеческая начинается с покаяния. Само слово покаяние означает изменение к лучшему. И вот когда человек приемлет таинство крещения, когда он в младенчестве или взрослых летах погружается в освященные воды, купели или баптистерия, его естество, его душа, его сердце, его тело изменяются. Изглаждаются все грехи, прощаются все преступления и страсти. Человек исходит из купели, соединившись со Христом, воистину святым. Приходившие к Иоанну предтече исповедовали свои грехи. И это было символом грядущего крещения в святость Господню. Это было великим знаменем для ветхозаветного человека. Но почему же Господь не сходит в воды Иордана? Для того, чтобы осветить эту водную стихию, которую Господь избрал источником жизни. Святые отцы древности и проповедники нынешних времен говорят о том, что Бог водой водной стихии изглаждает грехи. Даже потопление грешников водами потопа тоже имеет этот смысл. Это было образом и прообразом крещения изглаждающего грехи. И вот Господь погружается в воды Иордана, чтобы водное естество всей земли, всей вселенной осветить и наполнить этой святостью все творение. Чтобы человеческие души и сердца просветить чистотой, благодатью, изгладить, истребить все грехи. Изгладить и истребить все препоны, которые препятствуют нам быть с Богом. В день крещения Господня в христианском мире есть древняя традиция. В Палестине верующие приходили на Иордан и погружались в воды Иордана, некогда освященные спасителем мира Христом. А в нашей северной земле, по всей Руси Великой, люди приходят на Иордань. к прорубям, священник торжественным крестным ходом, с духовенством, с людьми, с верующими, исходят на реки, на озера, к прорубям, к Иорданям освящают воду, и верующие погружаются в эти наши северные иорданские купели. Конечно, должно быть благоразумие. Конечно, не само погружение в воды освобождает от грехов. Но мы, движимые этим приискренним чувством обрести благость и благодать, следуем этой древней традиции. Конечно же, с благоразумием того, у кого есть силы и здравие, совершают это, желая всем сердцем испытать наитие сугубой благодати, осветившей воды вхождением в них Христа и пребывающей паки-паки, вновь и вновь обновляемой этой христовой божественной благодатью. Накануне в хрещенский сочельник совершается тоже великое освящение вод. Для того, чтобы верующие, взяв эту воду, шли в свои дома, кропили свои жилища, свое имущество, скот, хозяйственные постройки, потому что освящение объемлет все, всю землю, все наше имущество, всю нашу жизнь. А в самый день крещения мы совершаем тоже освящение вод, но уже в храме. И вновь берем воды, и вновь несем их в свои дома, чтобы до нового дня Святого Богоявления Крещения Господня мы имели возможность освящать себя каждое утро, восстав от одра сна, совершив утренние молитвы, испевали эту крещенскую воду, исполнялись этой благодатью, получали силы для жительствования благодатного в Боге. Поздравляю всех соотечественников с нашим праздником и престольным, и великим двунадесятым Богоявлением Господним. Дай Бог, чтобы святость, Богоявление исполняла нашу жизнь. Дай Бог, чтобы не только краплением вещественных вод, но воды живой, которая есть благодать Христова, мы жили и исполнялись этой благодатью. С праздником Божьей помощи! С Крещением Господним! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин